МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компания «Фоконсалтинг» працует на рынку в области уже мальгод. Документальное замоцывание отримано у ходе подписания двухбокового погоднения помеж СЭС «Гомель Ратон» и итальянской консалтинговой компании, якое отбылось на выставе «Экспо-2015» в Милане подчас проведения Дён Гомельской в области. Домовленности не примусили себе долго чекать. Вось уже визит итальянского бизнесмена Марио Мазали у чарговый раз подтверждает, что Гомельская в область – саправды эффективная працовка для ведения бизнесу. Нас очень интересует тематика создания совместных предприятий. Особо стоит отметить такое направление, как металлообработка. Провинция Брешия, региона Ломбардия, которую я представляю, индустриально очень развитый регион и испытывает большие потребности в металле. У Беларуси Марио Мазали представляет не только свои интересы, а и разглядая махчимость установления новых контактов помеж итальянскими и гомельскими предприемствами. Вся родная прамка, где в наиближайшие будущие не могут быть реализованы проекты – древоопрацовка. Деапазон от поставок у Европы низкосортной драунины до створения меблевой вытворчасти у Гомеле с итальянским дизайном и беларуской якостью. Пропрацованный проект створения станции альтернативной энергии с мощностью 2 мегават и каждая. Особливую зацикавленность с боку мясцевых органов улады выкликала махчимость открытия у регионе сумесного предприемства по вытворчасти дитячих вильготных ручников. Итальянским бизнесменам потребны только площадки, куди они готовы поставить свое обсталявание, привести технологии и запустить вытворчасть. ГТА-проекты обмярковывалися подчас состречи итальянского бизнесмена с наместником старшини Аблваганкама Баляславом Перштуком. И он знайшов препоновы конструктивными и життяздольными. Пабяцав подтримку администрации региона и пожадал бизнесменам знайсти компанию гомельских предпринимателей, которые будут допомагать в реализации этих и других проектов. Одна из подобных компаний, как выяснилась, уже есть. Помогаем в общем итальянскому бизнесу здесь в Беларуси и беларускому бизнесу в Европе, в Италии, в Польшу. Помогаем в импорте товаров, в экспорте товаров, той продукции, которая конкурентно способна. И отдельно очень интересная тематика создания совместных предприятий. Як плануется у Снежни, у Италии отбудется форум для мясцовых бизнесменов с метой дальнейших открытия Беларуси, як надейного делового партнера. Сергей Негеревич, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель». И в протяг темы международного супрационництва. Завтра у «Гомелю» 12-й раз почне работу универсальная выстава «Кермаш» «Бизнес у регионах». И у першыню у ее рамках запланованы так званые «Бизнес-дни» с уделом представников России, Италии, Хорваты, Польши, Бельгии и широку инших краин. Алексей Нцеров сустрелся с организаторами мероприемства и высветлил, які сподевания складаются на запланованные сустречы деловых колау. Гомельское отделение Беларусской гонглево-промысловой палаты выставу «Кермаш» «Бизнес у регионах» сегодня это проводить у 12-й раз. При этом специалисты отделения подкресливают мероприемство, хотя мая офицерный статус республиканского, а лепа судности, заявляются международным. Прочим, размова идея уделили не только представников Украин близких замежа. Все ли это, например, заявку дослали навод за Вьетнама? Вышло на нас торговое представительство Республики Вьетнам, то есть отделение посольства, и они будут представлять продукцию своих компаний. Выставка уже широко известна большому кругу наших постоянных участников, и в этом году ожидают очень много новых предприятий. Продукция у галине машинобудования и послуг народного воспоживания, будавнейшие материалы и товары легкой промысловости, послуги малого бизнесу. Как и в попередние годы экспозиции не просто представить разные сферы, перш за все необходимо продемонстрировать мягчимость региона и допомогать представникам реального сектора экономики найти новых партнеров. С этой нагоды у першыню у рамках работы выставы запланованы так званые бизнес-дни. 21-го кастричника у этой зале сберутся керуньки бизнес-организаций, органу выканавчей улады, замежных галево-прамысловых палат и деловых колов. На протягу дня тут отбудутся четыре посяджения. Сирот пытанев, яке запланованы для разгляду инноваций у будавництвы и сельской господарцы, развитие транспортной инфраструктуры, державные гаранты для замежных инвесторов. При этом, по слову организатору, колькость у денег у бизнес-дён не самая головная. Их оценка будет сделана зоником эффективности проведенных встреч. Мирогодность подписания контрактов и погоднению при этом так само не выключается. Тем больше, что темы для обмеркования выбирали таким чином, как продемонстрировать максимум сирьи Йона и протягнуть инвестиции у сферы, яким сегодня надается особливо значная увага. Понятно, что каждая компания имеет в первую очередь свои цели реализовать услуги, товары. Но нам интересно было бы, чтобы они пришли не только с оборудованием и с товарами, чтобы они принесли свои технологии, новые инновационные разработки. Поэтому вот две секции, которые именно такое название носят – инновационные технологии в сфере строительства и в сфере агропромышленной. До других тем, сегодня означается «Сусветный день статистики». В 2010 году на 41-й сессии статистическая комиссия ААН приняла решение об засновании этого света. И оно означается раз в пять годов. У залу посяджения Уголовного статистического управления Гомельской области на врачистость запросили не только девочих супрацовников, а лей студентов высшейших научальных установ областного центра, будучи прационный резерв. Сегодня Уголовное статистическое управление займается сбором оперативных дадзиных, які адлюстровывают экономичное, демографичное, социальное и экологичное становища у республицы. А працовкой и обагульнением информации, без которой не могут обыстись державные органы, установы и организации. Почас святочного мероприемства у адрес работников Галины гучали теплое слово веншаванню со святом. Так само отбылась урочистая церемония узнагороджения молодых супрацовников областного статуправления, які отримали перемогу в конкурсе презентации «Моя профессия статистик». Я хочу поздравить всех работников Главного управления, не только Главного управления, а всех работников беларуской статистики с мирным днем статистики, который отмечает мировая общественность. Пожелаю всем крепкого здоровья, счастья, успехов, процветания нашей беларуской статистики и, конечно же, нашего государства. У Гомеля отбылась акция, присвеченная Европейскому дню боротьбы с гандлем людьми. Ее иницияторами выступили областная организация беларуского товариства «Червоного крыжа» и гомельское отделение беларуской «Чигунки». Почас акции волонтеры «Червоного крыжа» информовали грамадян на «Чигуночном вокзале». Гомельчанами гостям города уручали листоки с парадами по беспечным выезде за мяжу, номерами телефонов горячих линий для тех, кто уже мая потребу до помозы. Сегодня проблема гандлю людьми не губляя актуальности во всем свете. Беларусь и Гомельская область у приватности не стали выключением. Пострадавших очень много и особенно сейчас люди возвращаются из России, где они попадают в сложные ситуации. У нас есть случаи, когда людей даже признавали пострадавшими торговлей людьми в России, перенаправляли уже сюда и здесь они получали помощь именно потому, что они граждане Республики Беларусь. Протягиваем выпуск. Сусветный вядомый скрыпач Артем Шишкоу дал первый сольный концерт у Гомеля. Гучане скрыпки беларусского виртуоза пачули у колонной зале Палаца Румянцевых и Паскевичау. По словах организаторов, такого ажиотажу у кассах не было давно. Ожидающих трапец на концерт оказалось больше, чем билетов. Сирот слухачов были и наши корреспонденты. Гульнею этого музыканта захопляются по всем свете. Его имя описано в Золотую книгу Фонду Новые имены планеты и стоит в программах наибуйнейших международных фестивалях. Артем Шишкоу вядомый как первый беларус, який сыграл на скрыпце Страдзивары и музыкант, якому поддаются наискладнейшие творы. Переканаться у этого могли и гомельские слухачи. Я ни себе не мыслю в жизни без музыки и скрипки, в частности. Но это не был мой выбор, в общем-то, потому что в пять лет говорить о каком-то осознанном выборе не приходится. Родители отвели в музыкальную школу и, более того, они хотели, чтобы я играл на фортепиано, а не было мест в музыкальной школе. То есть все места были заняты и поэтому дали меня на скрипку. Тогда Эдород Викторович Кучинский, он был заведующим кафедрой второй музыкальной школы в Минске. Он посмотрел, что руки подходят, значит, все, соображаю вроде быстро и взял к себе на скрипку. Сегодня для этого музыканта сдается не ма межа у него технице игры, не у географии гастролев. Десятки концертов в год, признание на некольких континентах и, как не дивно, отсутность уластного музычного инструмента. Скрипку своей Мары, каже, покульнее сустревно. На буте такого инструмента потребна великая сумма, которую не соврать без допомоги меценатов. Это итальянский неизвестный мастер. Я взял этот инструмент в аренду. В общем-то, очень неплохой, но, конечно, хочется чего-то с большими возможностями инструмента, потому что это то же самое, как автомобиль. Если соревнуются в гонке «Лады» и «Феррари», то, естественно, шансов никаких у «Лады» не будет. Залы на его концертах завсюду переполнены, однако на финансовый стан часом гэта не уплывая. Ён отмавляет сабил на бытие скрипки и при этом часто выступает бесплатно. Так, после Гомеля Артём отправится в Минск, где даст добраться на концерт. Собранные сродки передадут на лечении хлопчика с онкологичным захворванем. И спадеемся, гэта будет один из таких выпадков, когда музыка саправды уратует життё. И далее в спорте. На аэродроме Зябровка отбылся шостый открытый чемпионат Беларуси по парапланиризме «Полеский десант-2015». У спаборництвах на докладность приземления приняли удел амаль 40 человек. За полетами сачил Максим Савин. Параплан самый легкий и самый доступный пилотуемый летальный аппарат. И самый тихоходный. У рух яго приводят набегающие потоки поветра. Особливых умов для занятка у няма. Необходная узвышенность для взлёту и невеликая пляцовка для посадки. Пилотование так само не выкликая особливых проблем. Однако, как кажут спортсмены, отшувание от полету непередавальное. У полески десанта приняли удел 12 команд с Беларуси и Россией. Так само один спортсмен США. Многие из пилотов поднялись у поветра Зябровского аэродрома не упершинём. Мне здесь нравится, прежде всего, энтузиазм тех людей, которые это организуют. Я вижу, что здесь силами местного аэроклуба и Жени Вихор, как главного организатора, организуются и растут. И в дальнейшем, я думаю, будут очень престижными соревнованиями. Я вижу очень хороший настрой у людей. Узвышал на Зябровском аэродроме няма. Там у поветра парапланы подымались при допомозе автомобилев или бёдок. Спортсмены робили круг, а после им необходимо было приземлиться в вызначенную кропку. Судьи вымирали отлеглость от центра круга и заносили вынику протокол. Выигровал той, у кого эта отлеглость была самой короткой. На самом деле, это стечение обстоятельств. Мастерству пилота должны помочь погодные факторы в некоторой степени. Соревнования на точность не подразумевают много полетов. Они, скажем, больше навыки наземной подготовки нужны. И поэтому даже люди, летающие недолго, всего лишь год, имеют много шансов победить в такого рода соревнованиях. Представники Гомельской области в особистом залику по выниках с поборництву на пьедыстал не подымались. А вось у командным мазыране заняли другое место. Перемогла команда Санкт-Петербургу. Третьими так само стали петербуржские спортсмены. Максим Савин, Валерий Гопаньком, телерадио «Кампания Гомель». И опошнее поведомление. Белорусский радио-телевизионный передающий центр у Сираду 21-го Кастрычника проведет профилактические работы. В связи с этим с 9 до 15 годин не будут транслироваться программы агульнодоступных теле- и радиоканалов. Плановые профилактические работы проводятся двойчий год и накированные на поляпшение якости трансляции и свойчасовое выявление макчимых недохопов. И на этом наш выпуск завершен. У студы працывала Наталья Игнаценка. Усяго вам доброго и до новых встреч в эфире.